В Казахстане будут наказывать госорганы за ограничение доступа к необходимой информации. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты Нижней палаты парламента. Поправки в законопроект коснутся и журналистов. Госорганы теперь будут обязаны отвечать на официальные запросы СМИ в течение пяти рабочих дней, а не семи, как было раньше. За недостоверную информацию или нарушение сроков госорганам грозит штраф до 370 тысяч тенге. Основная цель законопроекта – обеспечить максимально широкий доступ граждан к информации, повысить прозрачность и активность государственных органов, усилить ответственность. Широкий доступ граждан к информации очень важен в борьбе с коррупцией и контроле за использованием бюджетных средств. Заботы о каждом. В учреждениях здравоохранения столичной области открыли 10 новых палат повышенной комфортности. Обновили мебель, телевизоры и холодильники. В госпитале инвалидов Великой Отечественной войны имени Маршева, а также в Минской областной больнице. Белорусский фонд «Мира» и сеть магазинов электроники и подовой техники «Пятый элемент» уже седьмой год помогают обустроить палаты для ветеранов войны труда. За это время уже оборудовано около двух тысяч палат. Сегодня на лечение здесь более 500 человек. В год качество – особое внимание и оснащение мест пребывания пациентов и оказание медицинской помощи. Гости не оставили без внимания и сотрудников госпиталя. Многих отметили наградами и почетными грамотами, а также подарками от генеральных партнеров акции. Оснащение больничных палат для ветеранов на средства, которые собраны благодаря акции компании «Пятый элемент. Дай пять добру». Поддержать инициативу может каждый желающий. Золотые руки врачей, добрые сердца, они делают чудеса. Но не менее важно, чтобы вот это лечение проходило в комфортных условиях. И наша задача, задача общественных объединений, задача простых людей – это помогать государству решать социальные вопросы всем вместе, не рассчитывая на кого-то другого. Особенно хочется сказать благодарности компании «Пятый элемент», который с первого дня реализации проекта вместе с Белорусским фондом мира. В Бишкеке-регионах для предоставления справок об отсутствии или наличии судимости иных документов функционируют 45 центров и пунктов единого окна. За последние три года по республике выданы 1 миллион 590 тысяч справок. Уточняется также, что за три года работы центр и пунктов «Единое окно», а также государственное управление УНАА, в республиканский бюджет перечислено около 3 миллиардов суммов. Дефицит бюджета испытывают почти четверть объектов гостиничного бизнеса в Великобритании. Цены подорожали на продукты, комуслуги, а также возросли расходы на зарплату сотрудников, говорят предприниматели. Они обратились за поддержкой к властям, чтобы их бизнес не закрылся. Глава казначейства Джереми Хант призвал снизить налоги на работу и бизнес для укрепления экономики. По данным Министерства финансов, сейчас страна столкнулась с замедлением темпов роста экономики. Горнолыжные курорты Боснии и Герцеговины остались без света в разгар сезона. В этом году в регионе рекордно тёплая зима. Температура воздуха поднялась до плюс 8 градусов, из-за чего лыжные трассы превратились в месивы из грязи. Такая погода грозит многомиллионными убытками для отрасли. Число иностранных туристов резко сократилось, а тех, кто приехал, ждал неприятный сюрприз. Отметим, что от аномальной погоды страдают и горнолыжные курорты Италии. Зоны отдыха сейчас безлюдные. Эксперты, в свою очередь, связывают это с последствиями изменения климата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова